всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте рождество сегодня да сегодня что число и у нас бритье получается предрождественская и так вы знаете как бы даже всего так вот в комбу потому что практически борода деда мороза не по величине хотя бы по цвету уже есть последний раз когда у нас было бритье мы брились тайгой с закрытой плитой сейчас же мы поставим открытый потому что здесь уже антураж есть открытая плита до 6 7 7 дневных щетений что доктор прописал так что я думаю что сегодняшнее бритье нам понравится тем более что наше лезвие хорошее должно нам этом помочь вы на крупный план смотрите подробно что да как вот еще что пожалуй я помогу последний раз на сколько дней 5 назад зашел на форум и в теме-то потайде обнаружил там ну короче как знаете часто русских бывает вот сам ничего делать не может походе хомячка из себя построить и вот есть такие хомячки которые бегают по углам какахи разбрасывают но чтобы убрать все эти недопонимания я сегодня хочу вку на крупном плане подробно показать чем же серийный образец отличается от предсерийного потому что да на самом деле на предсерийном на одном прямо на производстве этом свернул башку потому что в одном месте там была завальцовка они резьбовое соединение как сейчас человек был хомячок про которого я говорю как делать по второму доброго рецепта он берет половину правды в половину сам там трипуда хопс и вот нати кушайте ребята ребята то станка в руках не держали сам еще никто не брился никто ничего не знает а этот ходит как павлик морозов тому вот я там вот все знаю мне производитель сам сказал но естественно вводит людей смущение вот дабы избежать вот этой неловкой ситуации я вот просто попала стараюсь по как ему более точно что ли показать чем же собственно отличие ну а у кого есть глаза увидит у кого уши но я думаю что услышит все вы на крупный план догоняйте а я начинаю подготовку это и есть все основные герои нашего сегодняшнего обзора теперь подробно об отличиях которые были применены в серийном образце тайга по сравнению с экспериментальным отличие на визуальном уровне по голове геометрия не изменилась никак лишь торцов появились метки для правильной сборки дальше визуально шейка стала значительно короче за счет того что гайка смотрите удлинилась юбочку сделали больше она поднялась вверх изменилась сама гайка регулировки агрессивности станка уменьшилась диаметре и стала закрывать вот это вот безобразно проплешин или как это назвать которая была первоначально сама насечка сама насечка какой была такой осталось ну и конечно же нижняя часть в нижней части на самой ручке на кожухе никаких изменений винт изменили все это теперь можно рассмотреть поподробнее разбираем а вот теперь можно рассмотреть более подробно прошлый раз я показал крышку но не сделал акцента на том что вот эта вот часть она порой подводила потому что ну скажем так за счет того что резьба не фиксировалась но это экспериментально на нем просто не стали фиксировать из-за этого мог мог плавать габ с одной стороны он был выше другой стороны ниже тоже после того когда фиксировали вот это соединение все эти разнобоги ушли качество обработки я обратил внимание то в комментариях ребятам не понравилось как деланы вот эти шпинки ребята поверьте они сделаны нормально я не знаю что уж там человек увидел но это ничуть не отличается от всего того что мы делали раньше все то же самое а теперь средняя плита в экспериментальном образце вот эта часть вот здесь она развальцовывалась именно здесь не было резьбового соединения именно поэтому свой первый образец который я взял в руки мне почему-то ну как вроде не должно было быть но все-таки удалось в этом месте ему башку-то и свернуть в новом это уже исключено в принципе потому что здесь не только в этом месте резьбовое соединение но и резьба нанесена дальше идет полностью то есть здесь уже никаких самопроизвольных там свертов или еще чего-то в принципе быть не может они исключены на корню то есть вальцовку заменили на резьбовое соединение ну про пружину я думаю говорить не стоит потому что в первых образцах ставили то что было под рукой а сейчас серийники все пружины из нержавеющей стали заказаны в новосибирске и вот они теперь будут полностью на всех станках нижняя плита раньше к нижней плите в принципе вопросов то не возникало несмотря на то что она состояла из двух частей и вот эта вот втулка она вкручивалась среднюю плиту но и за счет того что диаметр то большой вопросов не было совсем но решили пойти еще дальше и сделали ее цельной то есть она вытащена из одного куска нержавейки то есть здесь в принципе сейчас нет никаких соединений это просто одно цельное изделие на мой взгляд это тоже пошло на пользу потому что цельная она всегда лучше чем то соединение гайки более подробно ну старая гайка она была ну скажем так ну вот сами видите уж больно простая новая гайка она сделана более утонченно прекрасно отдаю себе отчет что не все может это понравится но нам понравилось нам понравилось и вот такую гаечку сделали с меткой для ориентирования во время регулировки агрессивности кожух ручки он претерпел менее значительные изменения какие внутри увеличили диаметр расточки и она стала более тонкой за счет этого постарались уменьшить общий вес танка ну и сами винты сами винты по форме они практически не изменились увеличили диаметр вытачки внутри чтобы облегчить ну и на новом сделали дырку в попе на старом его не было естественно поменялась насечка мне нравилась и старая насечка она была достаточно информативно интересно но многие ребята в теме наставили так его ну что за дела давай сделаем точно такую же как на регулировочной гайке для эстетики чтоб смотрелось подумали и посмотрели но и решили что все-таки парни которые так писали были правы поэтому сделали именно вот так ну и как оказалось сдаст смотреться стало значительно интереснее значительно лучше еще одно маленькое нововведение про которое говорю в предыдущем видео это отметки с торца крышки благодаря тому что на экспериментальной их не было сейчас на той тайге которая ходит по америке она часто попадала просак дело в том что если неправильно поставить нижнюю или среднюю плиту кто на не могли попасть на единичную отметку с которой стартует сейчас же благодаря тому что мы эти метки поставили это исключено в принципе вот смотрите давайте для начала соберем тайгу вот видите это правильная сборка и при такой сборке вы всегда попадете отметка на единицу но если возьмете допустим перевернуть его тогда или нижнюю плиту или среднего станет не так и теперь давайте попытаемся собрать то ведь что у нас получается у нас уходит на четверку вот именно для этого мы эти метки и сделали если вдруг у вас так получилось все что нужно это собрать так чтобы все метки были на одной стороне то же самое будет если вы перевернете среднюю плиту вот видите попадает тоже мимо но у нас в этот раз перевернута средняя плита и только верхнюю плиту вы можете крутить как хотите все равно вы будете попадать в единицу вот видите единица а верхняя плита у нас перевернута на всякий случай мы ее тоже промаркировали чтобы людям было ну как ну проще линию выстраивать что ли давайте поставим восход сегодня хочу на нем побриться ну и на гребенке как и обещал позиционирование лезья нормально так на этом этапе давайте лучше поставим как правильно все точки с одной стороны вот мыльнопузырный хочу сегодня взять крем века турмерик это тот самый крем который мне недавно прислал урмаз он очень высокого мнения об этом креме и говорю вадим возьми попробуй не пожалеешь мне очень нравится но вот сегодня с этим кремом попробуем побриться из двух гигантов от пассета но конечно большой соблазн попробовать марсучка тем более что он смотрите какой гардемарин стал но все таки я думаю что пускай он сегодня место уступит синтетики потому что синтетики еще не было и хочется ее попробовать тоже но этого гардемарина наверно уже на следующий раз отложим но приятную точку во всем этом наверно но вот это вот еще два авто шейва которые очень люблю наравне дежавью давайте наверное сегодня все таки будет веледа почему-то я ее хочу а потом следующую же поставим 4711 все пошли берется ребят но чтобы бритью было совсем праздничный я делал то чего обычно не делаю но по идее если это делать то это было бы правильно я перед тем как наложить компресс сделал еще и умылся с мылом а сейчас пришив из того чем мы будем бриться и делать не буду а просто наверно сразу на лице с вами забьем да и все синтетика от массе это очень сильное подозрение что она будет упругая как она себя реально покажет работе сейчас посмотрим и крем вы смотрите кстати когда намочился как интересно стало себя черную дуру устроить ну посмотрим посмотрим я думаю вот так вот это чё но это на полтора сантиметра для начала то нам будет достаточно и попробуем болей уху 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 мас ребята вот этот запах это чума не запах ему какой-то он даже не мягкий нифига он тверденький такой так стоять марусь так наверное давайте вот так и это сделаю чуть-чуть воды сразу добавлю запах и пришло время после 90 когда все это пропало но как же была хороша эта штука ой ребята она была хороша всем тюбик элегантный фактура структура когда ты ее выдавливаешь из тюбика она перламутра жемчужная вот такая она была а пахло ну знаете если я скажу что она пахла свободой я наверно все таки слишком слишком скажу потому что ну несмотря на то что все таки это была западная германия или какая она там восточная 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 все таки это была германия и каждый раз когда я вот ощущал запах флорины у меня в голове было что-то такое какие-то на эти вот неведанные дали другая жизнь другие люди вот что-то все другое принципе то и других импортных продуктов хватало и турецких и польских там и чешских да все это было но флорина как пахла она не пахло ничего не что по запаху лично для меня с этой флорины не могло ничего сравниться первое что я сейчас почувствовал это вот вот оттуда что-то думал а так знаете шикарно ребята это не крем это какая-то бомба потому что посмотрите что творится полтора сантиметра для начала это явно много следующий раз либо я делал это я бы наверно взял возможно сантиметр если не меньше потому что ну куда это мало того что на этого дофига сейчас чтобы сделать это на лице жижи без давления облиться придется поработать но для первого раза но это слишком много помазок что он из себя представляет в этой жизни я еще расскажу у меня очень четкое такое подозрение что в прошлой жизни это был точно кабан потому что вот так закрой глаза кто нибудь дал бы мне в руки сказал бы ионов на тебя кабанчика попробуй я бы поначалу до первых движений принял бы за это чистую вот за чистую монету потом стал бы разбираться что за кабан такой интересный какой-то необычный у него сейчас секундочку так у нас тут что у нас тут единица давайте наверно сразу ход конем сделаем поставим на шестерку а шестерка в нашей табеле о рангах это получается ну грубо говоря если мы прокрутим от единицы до единицы то у нас габ станка поменяется от 0.5 до полутора между единицей и единицей у нас выходит где-то 12 делений грубо говоря каждое деление это 83 сотых нет тысячных 83 тысячных упрощенно можно считать просто в восемь сотых то есть вот одно деление если мы на шестерочку поставим у нас это получится примерно где-то габ 1.33 а если делать полный оборот от единицы до единицы то это будет как раз та самая полторашка которую я обещал людям поэтому ты давайте соединиться и начнем чё никаких 1.3 единица ну и габ сами смотрите то есть вот эта нулевая поэтому сейчас снова выведем на единичку видите он приподнялся вот так и пойдем но с богом пена не та жидкая которая стремился но я думаю что вес тонко мне поможет поехали зря я восход поставил была мысля или восход или полсильвер но почему-то остановился на восходе надо было все таки или полсильвер или зеленую астру сюда поставить вот я бы наверно все таки больше кайфанул но другой стороны восхода тоже давно не было давайте и на нем че уже почему мне восход не понравился сейчас ну не то чтобы не понравился если пожалел что его поставил потому что вот по той щетине которая сейчас есть я думаю что полсильвер пошел бы с первого раза и там мало ли что осталось а здесь же приходится проходить два порой три раза чтобы убрать вообще все вот третий раз прошел ну другой стороны здесь волос то самые жесткие правильно ну чего страшного здесь два раза по одному месту здесь три но зато здесь уже и нету нифига ну как бы тоже вариант почему-то мне хочется на следующий проход поставить один и три поэтому давайте сдвинемся на шестерку по скольжение более чем вот теперь когда пробовал бига 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 или вид же как правильно поправьте ребят вот сейчас попробовал распробовал и помимо флорены здесь еще как-то и веледа стала вырисовываться что-то от нее что-то есть такое немецко альпийско забубенное такое кайфовое что странно для меня потому что когда урмас рассказывал про этот крем он его характеризовал как ну как недорогой который в принципе недорого стоит хоть с другой стороны веледа тоже не очень-то дорогая помазок ребята я думаю для тех ребят людей кто ищет что-то упругое он станет любимой лошадкой ну реально он какой-то не такой он какой-то прям упругий упругий но без стержня без фанатизма итак 1.33 шестая позиция итак итак да это вы слышали прям как хруст снега Продолжение следует... Ну, в принципе, да, голова такая побольше, чем на обычных Т-шках. Есть ребята, которые не любят регулируемые станки только за то, что у них головы массивные и неудобно им носогубно работать. Да, да. Но вот сейчас, считайте, второй проход уже носогубный. Даже не чирикнул пока. Сейчас посмотрим, что будет на третий. Ну, вот сейчас на лице где-то примерно процентов 50 уже Би-Би-Эс. Просто, я думаю, третьим проходом то, что вот сейчас пойдем, мы просто остатки соберем, да и все. Если останется что-то на подбливку, то это будет абсолютный мизер. Ребята, сейчас на лице крема, в осы маленькая тележка. То есть его просто реально дофига. Шикарный, шикарный вариант. Просто шикарный. Я специально не смотрел, сколько он стоит. Перед монтажом обязательно зайду, посмотрю. Ну, хороший. Реально нравится. Этот запах просто вышибает. Хочется нанести на лицо и не снимать этот крем только из-за того, чтобы подольше этот запах оставался. Еще водички. Да, помазок. Да. Я уже понял, что сказать. Ну, что, остатний проход. Я уже понял. Я уже понял. Ну, на удивление, вот здесь вот просто шикарно. Я думаю, что здесь что-то останется. Здесь вопросов тоже нет. Вот здесь вот в уголках, да, можно разочек так цепануть, просто не дошел. И, на удивление, вот в этих местах. Но вот здесь, если еще разок, давайте-ка я... Я надеюсь, какую-то фигню срела, значит, она лишняя была. Не мог я там что-то выпирала, видать. Ну, и все. Ну, и все. И даже здесь я сделал компресс и автошейф по мазку. Посмотрите. Посмотрите. Это полтора сантиметра крема. Здесь еще минимум на 2-3 раза намылится. То есть, сам для себя я вот так вот, наверное, вот эти вот первые полтора сантиметра, наверное, сразу бы махом уменьшил бы в половину. То есть, ну, где-то 0,7 миллиметр брал бы вот так. Потому что, ну, куда вот это? Это слишком много. Такую красоту я бы расходовал экономно. Чрезвычайно экономно. Ну, все. Компресс. Их такое слово нирвана. Вот сейчас, наверное, все сложилось в кучу. Во-первых, хорошо побрился. Во-вторых, тепленький, не горячий, не холодный, тепленький компресс. На этом фоне. Вы молчите, никто ничего не говорит. И тут вот в полной тишине вот этот звук. Слышите? Кто-то ванну набирает. И, блин, ребята, так шибануло, я вам скажу. Прям не по-детски. Хорошо. Так, по факту. Была у меня слабая надежда, что гребенка будет даже мягче, чем закрытая. Нет, ребята. Это не так. Она все-таки чуть-чуть более резкая. Чуть-чуть. Не сказал бы, что агрессивная. Резкая. То есть, конечно же, от закрытой она отличается. Да, будет отличаться. Но не мой вариант. Если уж быть честным, до конца. Но я знаю очень большое количество людей, которые без себя, вот без этих гребенок вообще не видят, в принципе. Поэтому я на эту почву даже вступать не хочу, с кем-то спорить, что-то там доказывать глупо. Потому что каждому свое. Ну вот, видимо, для таких вот людей, вот кто любит вот такие штуки, вот эта вот открытая в наборе идет. Ну а чтобы смахнуть, допустим, недельную щетину, я думаю, что и закрытая бы вполне себе справилась. Ну, кайф. Кайф, видимо, в этом какой-то другой. Так, ладно. Автошив. Так, ну давай, Васенька. Спиртовый. Может быть, даже если повезет, и поорем. Да. Ну, вот единственное место, где чуть-чуть доходило есть. Ну, оно тут самое нежное, самое такое противное, где мне больше всего осторожничать приходится. Но если вдруг-друг случается такое, что неправильно подбираю лезвие, агрессивность, станок, ну или просто чуть-чуть забылся, то там такая хохлома будет, что мама не горюй. Хорошо. Вот эти две вещи, вот, они дополняют друг друга. Я думаю, почему они еще и цветом одинаковые. Ормаз, огромное тебе спасибо. Огромное. Огромное. Вот это не крем. Вот для меня это лично открытие. Открытие. Никогда никому, ни при каких условиях, ни за какие ковришки я его не отдам, поставлю к себе на полочку. Это будет один мой из. Потому что он приятен во всех отношениях. Это великолепный, экономный крем. То есть, меньше сантиметра вам на все бритье хватит и еще соседу останется. Во-первых. Во-вторых, у него хорошая пена, сбивается без проблем. Пенообразование хорошая, структура пены хорошая. Скольжение, подскольжение. Тоже все при нем. Вишенка на торт. Запах. Запах такой, что если он вам зайдет, вы влюбитесь сразу и просветно, бесповоротно. Если понравится. Вот тем, кто любит веледу, я думаю, с определенной вероятностью понравится и этот запах. Здесь всего лишь не одно неудобство, которое меня, ну, поначалу, маленечко так, знаете, смутило. Это то, что он, да, крем. Но он не настолько мягкий, чтобы вы, допустим, взяли его на помазок выдавили и сразу пум-пум-пум и пошли. То есть мне пришлось его так разделить на две части. Потому что помазком, даже несмотря на то, что это все-таки упругий помазок, но это было не совсем удобно. Я бы это сделал. Но той влагой, которая была в помазке или там еще что-то, я просто боялся, что сейчас брызги крема все стороны пойдут. Поэтому руку взял, тогда бабашил, да и все. Все. Это единственная оговорка. И то я не считаю это недостатком, это особенность. Поэтому, ребят, если кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь сможет себе вот это вот увидеть, позволить, я думаю, не пожалеете. Даже если вам запах не понравится, все остальные тактико-технические, но они вполне себе на уровне. Надо смотреть, сколько стоит. Обязательно посмотрю во время монтажа. Сейчас тут наверняка уже где-то циферка появилась. Автошиев. Он мой любимчик. Он мой любимчик. Наряду с 4711. Наряду с бывшим Флойдом. Ну и, конечно, даже Вьюхой. Я знаю все его плюсовые стороны. Я знаю его отрицательные стороны. Хотя, которые лично для меня сводятся к минимуму. Все отрицательное, что в нем есть, это то, что я точно знаю на 100%, что есть люди, которым он не очень по запаху. Вот. Это вся его отрицаловка. Все остальное, ребята. Как он пахнет. Как он ложится на лицо. Как быстро он высыхает. И что он оставляет после этого на своем лице. На моем лице. Потому что он уходит в кожу так, как, знаете, вот как в пустыне. Взял воду, вылил и все. Только после того, как вода уйдет в пустыне, там останется вот эта потресканная корка. И вода скажет, трубы горят еще. А здесь нет этого. Здесь просто бархатная, первозданная кожа. Которая, сомневаюсь, у меня даже в детстве была-то. Хотя в детстве-то, может, и была еще. Я же тогда не пил, не курил, не матерился. То есть, вообще, правильный образ жизни. Ну так, местами хулиганил, но не так, чтобы очень. Великолепно. Просто великолепно. Чудесно. И стоит не так уж и дорого. Что-то там 700, 800, 900 рублей, что-то типа такого. Великолепный автошейф. Помазок. Ни капли не жалею, что мы их привезли, потому что совершенно неожиданно для меня. Он попал в категорию упругих синтетик. Но упругих не настолько, что, знаете, вот хорошая фирма Epsilon, да, великолепная, прекрасная. Но был у меня от них один помазок до 45 евро, который, я так и не понял, подарил, людям отдал. Потому что у него вся эта упругость выражалась к стержню посередине тоненькому. И каждый раз, когда я пытался что-то сделать, он у меня упирался вот этой тоненькой. И, ну, вот что гвоздем, что по мазкам подкликал, было примерно так. Здесь этот стержень тоже есть. Но он не тоненький, он больше. И в раскоряку он уходит гораздо лучше. Но в работе хоть кисть, хоть так, он чувствует себя вольготно. Плюс еще одна особенность, которая совершенно для меня как-то диковато и непонятно. Потому что, если вот так вот проводишь, ну, синтетика и синтетика. Ну, да, может быть, не такой колонок, как, допустим, у тех же самых Яков, да? Ну, чуть-чуть здесь не так пушисто и бархатисто, как здесь. Совершенно верно. Но, тем не менее, синтетика, тут не ошибешься. Так что же происходит, когда ты начинаешь работать? Почему-то частями вот эта мягкость начинает пропадать, а на лице появляется, знаете, вот такая мягкая колкость, как бывает после того, как вот вы взяли кабанчика, и у вас кабанчик уже месяц-полтора отработал, и кончики начинают щепиться. И вот тогда кабан у вас чувствуется совсем по-другому. Здесь вот это. Почему я и в башке пытался этот пазл сложить? Синтетика кабана. От кабана и упругость, и вот эта колкость легкая такая. Но это синтетика. У Яков такого нет. Это не в том смысле, что всем стройными рядами бросаться и покупать этот помазов, тем более, что он стоит 3 копеек, сколько там, 700-800 рублей. Нет. Это в том, что я действительно удивлен. И для меня это как-то, знаете, вот этот факт, ну, еще одно вехо познания, еще одно открытие. Потому что я вот до того как таких вот синтетик не встречал. Понятно, что это на любителя. Понятно, что это тем людям, которые любят, ну, упругие, что ли, синтетики. Но чтобы это был метис, кабан, синтетика, вот это я слышу впервые. Очень часто бывает расхожее выражение, что вот синтетика, это примерно вот по мягкости она как барсук. Вот такая вот. И вот это вот ближе туда стремится к барсуку. Поэтому вот синтетика, поэтому вот к барсуку, поэтому вот, нате, покупайте. Никто никогда не говорил, я сам первый раз слышу, что синтетика стремится к кабану. И причем удачно стремится. То есть, ну, как-то нонсенс. Интересная, интересная штука. Станок. Говорил не раз, говорил много раз, скажу еще раз. Ребят, гребенка не мое. Ну, не люблю я гребенки, я их не понимаю. Но факт остается фактом. Вот смотрите, несмотря на все это, мы с вами достаточно неплохо помыли. Мы с вами появились в BBS полный. Потому что, ну, я здесь вообще ничего здесь такого не чувствую. Отлично. Нет, не мягкий, как я думал. Пускай чуточку поагрессивнее, порезче. Ну, возможно, это даже и хорошо. Потому что очень много людей говорят, что вот-вот тарт мягкий, мягкий. Да, несомненно, это его фишка. Но есть же люди, которые хотят, чтобы он был чуть-чуть пожестче. Даже вон, ребята, крышки ждут, которые сейчас вот с новой партией стартов выйдут. И да, будут крышки. А здесь вот, пожалуйста, уже есть. Уже оно как бы тут. Очень бы хотелось, конечно, погонять и с закрытой, и с открытой плитой. И на мелких позициях, и на первый, второй, третий. И на средних. В разных вариантах, в разных режимах. Но, боюсь, это затянется ни на один день, ни на одном бритье. Как бы не наскучило вам это. Поэтому следующее облетет. Давайте поставим что-нибудь другое. Разрешите вас еще раз поздравить с праздником, с наступающим Рождеством. Если я вдруг не успел вовремя трендерить, то оно все уже идет. И так что, тем более, с праздником вас, дорогие други мои. Доброе счастье и радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай вам всегда-всегда все будет хорошо. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...